Девушки отдыхают И совершенно безобидными существами, но это ошибочное мнение. Эти насекомые постоянно ведут жестокие войны, победа в которых означает право на жизнь и контроль над территорией. Вы на канале ЗнайТВ, и сегодня мы посмотрим, на что способны муравьи в деле. Но перед тем, как мы начнем, я прошу вас подписаться на канал и нажать колокольчик. Ролик получился довольно длинным, но интересным, досмотрите его до конца. Муравьи В настоящий момент известно более 14 тысяч видов этого насекомого. Все муравьи являются общественными насекомыми и живут колониями, численность которых может достигать нескольких миллионов особей. В колонии всегда имеется матка, а также рабочие особи, которые могут выполнять различные роли. Они могут быть солдатами, строителями, фуражирами, сиделками, врачами и многими другими. Все это зависит от потребностей муравейника. Муравьи невероятно социальны, и это помогает стать им одним из самых успешных и изощренных охотников. Чуть позже вы увидите это в роликах. Они могут сооружать мосты и даже плоты, чтобы перебираться через реки. Каждый муравей готов пожертвовать своей жизнью во имя сохранения колонии. Чем больше колония, тем больше пищи нужно для ее поддержания, и муравьи регулярно совершают набеги на прилегающие территории. Тогда все, что попадается им на пути, превращается в пищу. И спастись можно только бегством. Ну или очень хорошей маскировкой. В поисках пищи муравьи часто заползают в дома к людям, и вывезти их оттуда очень сложно. На канале уже был ролик о самых опасных колониях муравьев, и очень хорошо, что они живут только в тропических лесах. Посмотреть его можете вот здесь. Давайте же посмотрим, на что способны муравьи в деле, и начнем мы со встречи с сальпугой. Сальпуга Обычно муравьи нападают большими отрядами, и все, что попадается им на пути, обречено. Даже такой защищенный боец, как краб, в очень большой опасности. Он забрел не в ту часть леса. Краб имеет огромные мощные клешни, но против маленьких муравьев они бесполезны, и ему нужно поскорее уносить ноги. Муравьи не могут прокусить хитиновый панцирь краба, но и у этого тяжеловеса есть слабые места. Ими оказываются глаза и сочленение конечностей, до которых сразу добираются солдаты. Несколько минут, и от краба останутся только его доспехи. Муравьи запросто могут нападать даже на таких хищников, как змеи. На видео змея не посчастливилось ползти рядом с муравейником. На нее тут же нападает несколько десятков муравьев, и пытаются утащить ее в логово. Змейка пытается уползти, но вырваться из крепких челюстей у нее не получается. Но это была очень маленькая змея. А как насчет питона? Это большая и сильная змея, которая перешла дорогу кочевым муравьям. Солдаты кочевых муравьев имеют огромные челюсти и являются одними из самых больших видов, достигая размеров 3 сантиметра. Тысячи муравьев бросаются на змею и вонзают свои мандибулы в тело жертвы. Питон пытается найти спасение в воде, но все безрезультатно. Про муравьев можно сказать, что их сила в единстве, но и каждый отдельно взятый муравей может быть отличным воином. Все муравьи очень сильные и способны поднимать челюсти мигрус в десятки раз больше своего веса. Вот здесь муравей нашел какой-то фрукт, на нем уже сидели осы и не собирались делиться. Муравей с легкостью сгоняет ос, каждый из которых в несколько раз больше. Правда, далеко они не улетают и тут же возвращаются к обеду. Если дело доходит до схватки, то осам приходится очень нелегко. Здесь муравей-бульдог схватил осу и пытается ее ужалить. Да-да, у муравья-бульдога тоже есть жало, и он может использовать его несколько раз. Муравей вцепился в нее своими мощными мандибулами и не собирается отпускать. Посмотрите, какой он сильный. Он легко отрывает осу от земли и поднимает ее. Шансов выжить у осы не остается, и муравей уносит добычу. Не зря его назвали муравьем-бульдогом. Муравьи обожают нападать на осиные гнезда. Меда в них нет, зато есть не менее вкусное лакомство – это личинки ос. Армия зеленых муравьев напала на осиное гнездо, и началась война. В битве один на один бумажная оса сильнее зеленого муравья, но муравьи нападают отрядами. Они пытаются обезвижить ос, хватая их за лапки. Но осы тоже опасны и вооружены как спереди, так и сзади. Они невероятно маневренны и взлетают в воздух, чтобы напасть на потомство муравьев. Нападение ос на муравьиное гнездо уравнивает шансы. Уцелевшие муравьи пытаются спасти свое потомство и удаляются, чтобы начать жизнь в другой части леса. В этой схватке победили бумажные осы. И снова зеленые муравьи. Правда теперь они не нападают, а защищаются. Древесный скорпион вступил на их территорию и представляет опасность для колонии. Но разведчик заметил его и сразу пошел в атаку. У скорпиона мощные клешни, которые легко перекусывают муравья. Но он успел подать сигнал тревоги, и к месту битвы подтягиваются все новые и новые муравьи. Они облепляют скорпиона, кусают его и поливают кислотой. Скорпион схвачен и не может даже пошевелиться, а муравьи находят слабые места в его защите и буквально разбирают его по частям. Враг повержен, а колония сохранила жизнь. Очень интересна и показательна битва муравьев с богомолом. Богомол – искусный охотник, который питается в том числе и муравьями. Но кочевые муравьи никогда не передвигаются в одиночку. Когда колонии грозит опасность, один из первых муравьев сам бросается в пасть богомола. Он жертвует своей жизнью, чтобы на время обезвредить врага. Муравьев становится больше, расстановка сил меняется, и богомол в прямом смысле теряет голову. Перед общей целью защиты муравейника жизни отдельных особей не важны. А вот схватка муравья с небольшим пауком. Как вы думаете, кто победит? Напишите в комментариях свой вариант. Музыка. 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 Продолжение следует... Если вам понравился ролик, буду рад, если вы опишите свой опыт встречи с муравьями в комментариях. Подписывайтесь на канал и обязательно посмотрите вот эти ролики. А я с вами прощаюсь ненадолго. Пока! Продолжение следует...